добрый день команда ситке компании сингента продолжает цикл обучающих роликов с экспертами и профессионалами своего дела сегодня середина мая не за горами уборка урожай зерновых культур и соответственно в скором времени станет вопрос о грамотной защите семян для того чтобы ответственно подойти к данному вопросу нам необходимо знать патогенов их видовой состав и количество прежде всего в почве фитоэкспертиза почвы это анализ который дает нам ответы на все эти вопросы именно об этой теме я хотел бы сегодня поговорить компания сингента предоставляет сервис по фитоэкспертизы почвы и фитоэкспертизы семян за более подробной информации обращайтесь к менеджерам закрепленные за вами либо же по горячей линии сегодня в нашей студии фитопатолог диагност независимый эксперт в области защиты растений анатолий таракановский анатолий привет привет александр давай сегодня поговорим о такой важно актуальной теме особенно нынешний период о почве а именно о фитоэкспертизе почве о ее значении для кого нужна она каковая ценность как правильно отбирается какие инструменты навыки для этого нужно я думаю затронем пару таких актуальных тем волнующих играриев на протяжении последних 10 лет но ты сейчас перечислил такой вообще кусок огромные вообще знаний которые наверняка есть какой-нибудь университетском курсе по-хорошему я знаю людей которые вот собираются такие курсы делать специально потому что это не просто знаете как у всех это принято да пошел где-то там земли набрал да и что-то с ней сделал и потом что-то рекомендуешь как правило вот таким данным люди не верят именно поэтому не верят потому что методически это все делается неправильно начнем с этого и там очень много нюансов которые вот никто не учитывает к сожалению поэтому как инструмент как не знаю может быть как рычаг да там выбора чего-то не знаю стрелочка такая да это очень хорошая вещь но дело в том что это просто делать никто не умеет даже если у вас хорошая лаборатория да там куча народу работает и есть какой-нибудь супер какой-нибудь компьютер да то в поле как это делается что искать когда искать и кого вот и самые проблемы и еще главное что заранее забегу вперед может быть ты будешь это спрашивать нет такого состояния почвы нет такого какого-то количество видов да прикат при которых можно считать что почва прямо бомба вот так не бывает всегда нужно соотносить одни виды с другими это в какой-то степени процесс творческий больше чем математический вот здесь это конечно еще самая большая тонкость сделать выводы по результатам фитоэкспертизы давай тогда начнем сначала давай в общем вообще понятие чем отличается фитоэкспертиза семян от фитоэкспертиза почвы какой анализ даст нам реальное соотношение количества патогена вообще видовой состав но по-хорошему зависит от того что мы хотим что мы собираемся контролировать да либо это семена инфекция либо это почвенная инфекция в любом из случаев даже при при обработке семян любыми препаратами почвенная инфекция остается контролировать ее в некоторых случаях можно до какой-то степени да но это равно сложно сделать вот и здесь остается наверное единственным вариантом контролировать почву нет для там не знаю один раз в сезоне взяли какой-то образец и значит сделали какие-то выводы по нему да а контролировать ее в сезоне понимая какие виды превалируют в те иные не знаю там пики сезона фазы развития растений еще что чтобы понимать общее состояние потому что может быть окажется что вы вообще 20 лет там не знаю неправильно использовали препараты для защиты семян ну тогда такой вопрос если мы говорим о том что разные фитопатогены состав на одном поле даже возможно быть вот мы берем здесь и сейчас участок здесь один состав отходим буквально два-три метра у нас совершенно другая ситуация как бы тогда в таком случае либо же это уже ближе вопросы к методике и к людям которые непосредственно этим занимаются да 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 как раз методический подход в какую фазу отобрали были дождь позавчера не знаю да будет ли завтра вот это вообще содержание микроорганизмов почвы это очень гибкая такая вещь а это постоянно они между собой не знаю там воюют можно сказать вот и найти правильную фазу когда количество вообще и вид разнообразие видов максимально чтоб точно заметить вот эту вот вещь которая покажет нам что-то что с почвой происходит является ли она там не знаю супрессивной не супрессивной может быть там это уже не почва а субстрат на самом деле а мы пытаемся что-то там найти по большому счету и у многих кстати содержание вообще микроорганизмов последнее время сменяется а иногда даже становится меньше именно из-за обработок почвы агротехника в этом играет гораздо большую роль чем химия на самом деле и вот эта вещь когда урожайность с годами начну до какой-то степени поднимается до за счет химии а затем начинает просто падать несмотря ни на что вот это как раз показатель того что почва теряет вообще-то способность быть почвой как сообществом живых организмов в первую очередь то что без них это просто субстрат ну возвращаясь к теме вообще своего понятия и самой процедуры фитоэкспертизы почвы как она подбирается возможно у тебя за плечами богатый опыт может какие-то есть наработки что для этого нужно какие навыки нужно инструменты для этого вообще есть методики вполне себе общеприняты вот какая ставится человеку задача привести земли вон с того поля да ну как правило так и делают знаете вам землю с этого по все а то что она там не знаю целлофановом пакете какой-нибудь пластиковым или там две недели ехала или лежала у кого-нибудь дома уже совершенно другое конечно это вообще это вообще не никак не показывает на самом деле реальную составляющую в почве вот насчет методик я сейчас ничего говорить не буду потому что я не вижу сейчас смысла взять и раскрывать да но я знаю что у нас есть вообще такие вещи даже есть целый курс еще раз повторюсь он готовится правда сейчас для тех кто хочет уметь правильно разбираться вот с микроорганизмами не только почвенными но и те которые находятся на семенах как это делать правильно увидеть вообще знаешь когда там громко говорят про триходерму пеницилл там еще что-то увидеть как они выглядят как они живут и как их отличать вот но нормальному человеку у которого есть просто микроскоп и желание учиться этот курс будет рассчитан непосредственно для агрономов либо это уже вопрос я думаю для всех кто захочет это было бы самым оптимальным вариантом анатолий мы с тобой коснулись уже некоторых понятий такие как супрессивность почвеутомления не мог бы ты немного подробнее рассказать об этом для чего это нам нужно знать вообще стоит ли на обращать внимание на такие понятия стоит на самом деле потому что для растениеводства если нет нет для всего сельского хозяйства в целом почва это основное средство производства если падает его соответственно да там стоимость а стоимость падает именно из-за плодородия плодородие это главное вот то соответственно и ничего не стоит фактически это средство производства мы фактически пользуемся бесплатно этим средством производства, и получается, что никто не обращает внимание на то, как медленно и верно деградирует в принципе состояние плодородия почв, хотя многие об этом громко кричат, но их никто не замечает. Потому что считается, главным показателем плодородия в почве считается все-таки содержание гумуса. И это верно, это такой более-менее видимый, наверное, показатель, который можно пощупать. И постоянно идет снижение этого показателя. Чем важен гумус для почвы, который определяет плодородие на самом деле? Он как раз позволяет там жить микроорганизмом, если грубо говорить, и сохранять физико-химические свойства почвы, опять не давая ей превратиться вообще в тупо в субстрат какой-то, на котором ничего расти не будет. Поэтому это, конечно, главный показатель. И потом там еще есть куча разных показателей, но у нас почему-то считается, что внесением тех же самых гуматов можно сохранять, либо еще, не дай бог, каким-то волшебным образом увеличивать плодородие почвы. Потому что оно в первую очередь зависит как раз от микроорганизмов. То есть почва – это просто земля, в которой есть органическое вещество, которое позволяет развиваться микроорганизмам, которые делают почву плодородной. Потому что я напомню еще раз, может быть, никто не слышал вообще, что растения являются автотрофами и потребляют не органику, а именно не органику из почвы, а микроорганизмы органику переводят в неорганику, доступную для растений. Поэтому просто внесение органики в почву, оно напрямую, естественно, никак не сказывается на урожайности, но поддерживает тот пул микроорганизмов, которые там живут. И почва утомления наступает тогда, когда органического вещества в почве становится все меньше, 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 до уровня, при котором в нем уже не могут жить микроорганизмы, остаются только фитопатогены. И вот эта почва уже в принципе не способна быть плодородной, на ней уже ничего никогда расти не будет. У меня такое ощущение, что ничего уже и никогда. У нас нет никаких инструментов вот так по щелчку вернуть плодородие почве. Поэтому это тот процесс, который надо мониторить, и это можно делать, мне кажется, это вообще не самое сложное. Но когда я понимаю, что у людей чернозем какой-нибудь гумусный под 5%, они думают, что они еще 50 лет на нем будут зарабатывать, а не так, далеко не так, на самом деле. Потом еще есть много разных вопросов с самими методиками, да, каждый считает все как хотят. Какой-нибудь там фосфор по 5 людям, да, которые там что-то умное когда-то придумали. Вот, на самом деле разбираться в этом сложно, но можно. И самое главное, когда вы видите, что падает урожайность, вот это уже повод задуматься. Когда вот без никаких причин, да, вот почему-то так случается. Это повод задуматься о том, что на самом деле в этой почве содержится, и вообще посмотреть на ее не просто органическое вещество, да, или содержание азота, или фосфора, как все любят мерить, да, а еще и на то, какие виды микроорганизмов там живут, и в конце концов, насколько они там патогенные, условно патогенные, еще как-то, я не знаю. Но это все в одном интервью, мне кажется, описать не получится. Пеницилл и аспергилл – это условно патогенные грибы. То есть в одних условиях они ведут себя как патогены, а с другой стороны – как супрессоры. То есть есть какие-то факторы, условия, при каких, допустим, аспергилл ведет себя как супрессор, а пеницилл, и пеницилл, допустим, как супрессор. Или наоборот. Здесь тоже нет такой красной черты, да, за которой они перестают, да, переходят в какую-то из этих двух групп. По большому счету, если они начинают превалировать в почвенном цинозе, они уже являются доминирующими видами, и тогда они, естественно, уже проявляют не такие беленькие, пушистенькие свойства, да, они уже становятся, они, как это, они скорее уже угнетают остальных микроорганизмов своими выделениями, в том числе угнетают и культурные растения. Отсюда вот эта слабая схожесть, низкая энергия прорастания, хотя вроде как там в лаборатории, допустим, она была хорошей. На сертификатах все совсем другое. Да, 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 потому что да, потому что это правда. Они в чашках там или где в рулонах прорастают замечательно, но в почве нет. Даже там при всех прочих, да, равных условиях. Это может быть в том числе вызвано и как раз поражениями, вернее, даже не поражениями, они могут быть даже не фитопатогенами, да, но их выделение в почве просто не останавливает рост корневой системы и проростков. И когда мы, допустим, при вспашке заделываем растительные остатки, допустим, солому, да, там, насколько, насколько надо, насколько хотите, на 20 сантиметров, да, они там лежат вот таким слоем прекрасным, и корни через этот слой никогда не пробьются, потому что там пеницилы вообще-то очень хорошо себя чувствуют. Ну вот вопрос как раз-таки о растительных остатках. Почему солома-то не разлагается? Что случилось? Ведь буквально, я думаю, последние лет 10-15 люди стали замечать, что после уборки все растительные остатки остались на поле, и перед будущим, перед будущим, вернее, сезоном ничего не изменилось. Это, мне кажется, очень серьезное влияние фунгицидов, которые все вносят в ранних фазах. И для профилактики, да, это очень любимая такая вещь, для профилактики ничего не вносить. Получается, что все вот эти гербициды, в том числе и фунгициды, энцикициды, которые попадают на почву, они же там все равно сохраняются в какой-то степени. И получается, что мы накапливаем, накапливаем, накапливаем какое-то количество в верхнем слое химии, которое в дальнейшем, соответственно, влияет на видовой состав микроорганизмов. Селектируются в основном те, кто быстро приспосабливается. А пеницилы, аспергилы как раз к ним и относятся. Хотя это зависит от вида, естественно. Потому что в супрессивной почве тоже будут пеницилы, аспергилы, но они будут все вести там как деструкторы стерни. Они наоборот будут играть вообще прикольную роль, где им надо поаплодировать. А вот там, где они доминируют во всем пуле микроорганизмов, там они уже берут на себя риск вызывать почвоутомление как один из факторов. Ну вот смотри, как раз касательно твоей темы. Недавно пообщавшись с одним агрономом, у которого ставишь уже порядка 30 лет, так вот он говорит забавную тенденцию, такой вопрос очень интересный, я задаю ее тебе. То есть 25 лет назад применяли только фунгицид в обработку семян. То есть там тот же флудиоксанил, там 10 грамм на гектар, без какого-либо применения по вегетации фунгицидов. Что мы имеем сегодня спустя 25 лет? Это обработка семян и там двух- или трехкомпонентный продукт. Это 16 грамм, ну примерно 16 грамм на гектар. Плюс даже при одинарном внесении фунгицида, там фазу Т1 или ФТ2, в зависимости, понятно же, от условий, это уже отдельная тема, скажем так. Это, к примеру, если мы возьмем обычный триозольный продукт, это 170 грамм. Итого получается по порядку 186 грамм. То есть за 25 лет с 10 грамм на гектар у нас получается сейчас 186 грамм. Почти в 19 раз. Как ты думаешь, с чем связана такая фунгицидная нагрузка и до чего это может довести вообще наших детей? И что будут примерно твои мысли лет через 30 при такой интенсивности сегодня? Ну я вижу здесь две причины главных, их, наверное, множество. Но главных две, это первое, это все-таки действительно химией мы селектируем постоянно более-менее устойчивые расы и штаммы, которые остаются. И с каждым, ну не годом, наверное, с каждой пятилеткой необходимо увеличивать это количество действующих веществ для контроля все той же самой популяции. То есть популяции не растут, они просто селектируются в более агрессивные. А вторая, ну для обработки семян я считаю, что это не очень подходит по большому счету, потому что это самый экологичный вид внесения вообще в СЗР. Да, просто если просчитать там количество грамм на гектар, по большому счету. Вот. И второе, это все-таки агрессивный маркетинг, который постоянно заставляет людей применять что-то против того, чего не существует. Вот это занятие самолечением, да, без диагностики, вот эта всякая такая гомеопатия, в кавычках, вот, она тоже до добра не доводит, потому что люди начинают привыкать, не диагностировать проблему, не смотреть вообще, что происходит, да, просто что-то чем-то обрабатывать. И желательно три раза, вот, потому что так делают соседи. А это вот человеческая глупость, хотел сказать. Наверное, да, все-таки. Потому что это просто от незнания процессов, которые происходят, да, в почве, на растениях, не знаю, в растениях. Вот. И маркетологи в этом случае молодцы, я сто раз так говорю, я за них рад, потому что, ну, если такие клиенты, господи, можно все что угодно впаривать. А на самом деле, ну, это все может привести к тому, что мы не можем постоянно увеличивать количество действующих веществ. Это когда-то сталкивается с экологическими требованиями. Вот. Потом развивается наука, даже те действующие вещества, которые разрешены сейчас, я думаю, будут запрещены в конце концов. Там через 30 лет ничего не останется от триозола в 100% для разрешенного применения. И мы перейдем к ГМО. То есть, чем сильнее сейчас мы будем усиливать вот эту нагрузку пестицидную на агроциноз, тем быстрее произойдет переход к ГМО или, наоборот, к органическому земледелию. То есть, здесь вот такая развилка получается, где еще можно что-то найти. В остальном, конечно, будут затягивать гайки и по экологическим соображениям для очень многих продуктов, там, по количеству обработок, да, по количеству грамм на гектар, по сезонности, по культуре, по северообороте. Ну, какие-то определенные нормы. Да, это все будет все равно сдвигаться в сторону ужесточения. Поэтому для меня, вот, во-первых, понимание, да, того, что происходит, что происходит у тебя в почве, у тебя на поле, вот, гораздо важнее, чем забить склад весь в химии до потолка и радоваться тому, что, значит, слава богу, мы все купили. На это вообще две большие чуть-чуть разницы. Хотя, возможно, что, я не знаю, там, по-моему, сейчас очень все печально с производством качественных агрономов в вузах, насколько я в курсе, да, и получится, что, ну, в принципе, никто и не будет таких вопросов задавать. Ты затронул такую тему, как агрессивные расы того или иного патогена. Почему тогда у некоторых патогенов не было слышно раньше, к примеру, как тот же, там, ризоктония, там, и другие? С чем это связано? Как ты думаешь? Скорее всего, это все-таки интенсификация производства, интенсификация СЗР, они приводят к тому, что мы, это просто смена одних патогенов на другие. Когда мы освобождаем ниши, да, появляются более агрессивные виды, которые уже очень трудно контролировать там, где-то и невозможно практически контролировать, да. Остается только вообще не сеять там эту пшеницу, по большому счету, в случае, допустим, с гибелинозом. Это может быть все-таки какое-то изменение климата, там, не знаю, потепление, я не очень верю вообще во всякое потепление климата, потому что если бы мы там 5 миллионов лет назад его мерили, можно было бы вообще сравнивать. То есть, по сути, мы защитой семян, там, ну, грубо говоря, да, там, с помощью фитоэкспертизы почвы, там, решением различных вопросов, освободили нишу для новых грибов, которые раньше в тени оставались. Так, по сути? Да, возможно, их даже никто и не замечал, да, если там те же самые 25 лет назад, допустим, циркоспорелез был главной гнилью, да, на которую все показывали пальцем. Потом он куда-то делся, и появилась резоктония. Вопрос в другом, не называли ли раньше и резоктонию циркоспореллой, да, как бы, войнот. Очень похоже на них между собой. Да, я допускаю, что так, просто, может быть, просто с развитием, с уровнем науки, да, там, не знаю, какой-то методик, начали отличать одни виды от других, понимать, что там какое-то действующее вещество работает против этого, да, не работает против вот этого. Искать какие-то решения в этом направлении. Может быть, потому, что вот все больше и больше эти проблемы атомизируются. Это вот к тому, как раз, да, когда находят там какую-то одну маленькую точечку на листе, да, и начинают говорить, нам срочно нужна обработка. Важно ли уметь отличать, допустим, корневые гнили между собой, прикорневые гнили вообще? Важно, важно. Для обычного агронома, допустим. Да, мне кажется, вообще для любого человека, который сталкивается либо с СЗР, да, в этом отношении, либо выращивает пшеницу, это вообще важно, потому что, получается, вам будут продавать препарат против корневых гнилей. Не бывает препарата против корневых гнилей. Если ты не разбираешься, да, против каких, означает, ты вообще не разбираешься, что ты продаешь или что ты покупаешь. Вот, и здесь такая двойная история получается. По большому счету, есть ДВ, которые работают против одних, да, естественно, видов, да, и совсем не работают против других. А третьи вообще вне зоны действия любых СЗР. И получается, что вот это каша из топора в любом из случаев. То есть, еще раз, не бывает препаратов против корневых гнилей, как и не бывает болезни такой корневые гнили. Это общие симптомы. Тогда бы, знаете, надо было продавать фунгициды против некрозов, а инсектициды против, не знаю, всех, кто с крыльями. Ну, можно было так вот прям, чего, легко обходиться. Так общими мазками? Да, 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 зачем мелочиться, мы все равно сделаем баковую смесь из 12 компонентов, обработаем, и все будет хорошо. Вот сейчас все обработали, сейчас посмотрим, как будет хорошо. Недельки через две, как будет видно эта эффективность. Все-таки, возвращаясь к теме нашей беседы, фидоэкспертиза почвы. Какая все-таки ценность? Может, мы сейчас так с тобой красивых слов воздух накидали, а агроном думает, ну, что они там сидят, общаются. Нужно ли это действительно агроному для принятия грамотного решения? Это самый хороший вопрос, потому что это, наверное, тем людям, которые по результатам фидоэкспертизы ничего не видят на семенах. Да, они говорят, у нас прекрасные семена, у нас фузыриоза 2%, да, мы ничем протравливать не будем. Или мы будем применять биопрепараты, да, вот, не делая, допустим, даже анализ на головню, я протвердую. И получается, что биопрепараты будут стимулировать и эту головню несчастную, вот, эффект будет обратный, да, плюс та же самая головня сохраняется в почве, там, 3 года легко. Карликовая лет 10 сохраняется в почве. Все остальное есть в почве. И получается, что не применяя, не зная, вернее, что находится в почве, да, и сколько этого всего там, да, и кто эти ребятки, которые там находятся. Считать, что мы сеем чистым семенным материалом, ну, это наивно на самом деле, потому что там может быть все хорошо в почве. Вот только после того, как вы удостоверились, я считаю, можно потом биопрепараты спокойно применять для обработки семян. Но не зная вот это основное, как бы, да, я считаю, что это основное, если вы не знаете, что у вас в почве, вы понятия не будете иметь, что будет происходить с растениями. Ожидать ли развития корневых гнилей, да не ожидать, не знаю, что можно найти в почве столько головней, что там, может быть, пшеницу надо не сеять года 2. Это вообще легко. И вам не поможет никакой препарат, который будет применен, соответственно, против семенной инфекции, которой якобы нет. То есть об этом вот это вот как верхушка айсберга, да, все смотрят на фитоэкспертизу семян, но никто не смотрит, что там в почве, а там точно вообще непонятно, что. Есть ли какие-то критические значения, при которых стоит принимать то или иное решение, допустим, если берем патогенный состав по результатам фитоэкспертизы. Вот пришла мне замечательная фитоэкспертиза почвы. Я вижу там патоген, его количество, соотношение и так далее и тому подобное. Есть ли какие-то, возможно, алгоритмы или мысли, как следует поступить агроному вот в этом случае, когда вот он получил этот заветный документ? Ну агроном видит просто какую-то латынь с цифрами. Да. Да? Вот, я считаю, что в хорошем документе заветном должны быть еще выводы, написанные специалистом, который понимает, да, что вот эти виды это вообще просто так, да, а вот эти вот как раз бы и не хотелось бы иметь. Цифры, я не считаю, что каждый человек в состоянии делать анализ вот по подобного рода цифрам, это все равно, что мне сейчас принесут анализ крови с цифрами, да, и что? Я в этом не разбираюсь. Но я поумничаю, конечно, и начну пить там какую-нибудь, да, черный жемчуг. Ой, это вообще не имеет никакого смысла. Ну и как тогда агроному быть-то в этом случае? Вот он видит латынь и видит цифры, что ему дальше? Ну вот, классно, мы сделали фитоэкспертизу почвы. Приходится, ну, к руководителю, смотрите, Иван Иванович, у нас есть классный документ, он говорит, ну, хорошо, что мы дальше делаем? Без выводов ничего мы не делаем, потому что если мы понимаем, да, что там, допустим, превалируют какие-то супрессоры, то, понятно, это прекрасная почва, все замечательно. Типа, едем дальше, все окей, да. Вот, если же мы видим, что патогенная микрофлора сильно более развита, чем какие-то супрессоры, в основном супрессорами считают триходерму, да, вот. Вот, то тут надо подумать о том, чтобы все-таки сменить технологию на почвозащитную, почвосберегающую. Растительные остатки должны быть измельчаться, не знаю, там, равномерно распространяться по полю, никакого вот этого оборота пласта вместе со стерней. При недостаточном количестве осадков надо понимать, что они не будут три года трансформироваться, и вы через два года опять их вывернете все назад, а они там как были, так и лежат. То есть это вообще такой большой-большой процесс. И если мы, допустим, мы же можем найти по результатам фитоэкспертизы почвы, можем найти твердую головню, карликовую головню, можем найти ту же самую резоктонию, можем найти ту же самую гибелину, которую, можем найти афиаболез, которые на семенах ты никогда не найдешь. Они семенами не передаются. Вот это один из главных преимуществ фитоэкспертизы почвы. А не те люди, которые просто ищут триходерму, да, и нет триходермы, и пытаются их как-то сравнить. Хотя на самом деле, ну не знаю, в середине августа пойдите, отбирайте почву, я посмотрю, что там вырастет. Кроме пенициллов, ничего. Есть ли какое-то соотношение между патогенами и спрессорами? Нет. Сколько должно быть? Нет, я вот как раз об этом говорил, нет такой цифры, сколько должно быть для каждого типа почвы, каждая география, это вообще своя собственная, как отпечаток пальцев структура. Но в любом из случаев мы должны понимать, что либо они на балансе, да, 50 на 50, это уже неплохо, и то, смотря для какой почвы, да. Но если превалируют уже патогенные виды, то вообще ничего хорошего, это надо думать в первую очередь об обработке почвы и о севообороте. И о содержании опять органического вещества в почве. Еще раз скажу, что просто обработка гуматами, там, или внесение один раз триходермы по стерне, да, никак эту проблему не решит. Это должна быть программа, нацеленная лет на НЦАТЬ, по большому счету, вот, и тогда можно, там, лет через 5-7-20 восстановить то плодородие, которое вот там было 15-10 лет назад. Потому что процессы регенерации, они гораздо более медленные, чем дегенерации, соответственно. Ты знаешь, мне вот навеяло на мысль, если проводить параллели с человеком, то есть такое понятие, как дисбактериоз, то есть нарушение микрофлоры. Это когда болезнетворные бактерии преобладают над полезными бактериями, что, естественно, вызовет любое заболевание у человека. Это связано с тем, что бесконтрольное применение антибиотиков в больших количествах, то есть, в принципе, сейчас в почве мы имеем такую же картину. Все смещается, да, в сторону патогенного состава, вследствие фунгицидной нагрузки. Так? Да, да, все верно. И основная проблема здесь, что не просто все смещается, да, это может быть не проблема, это можно было бы сместить и в обратную сторону, да, вот, если мозг на месте. Основная проблема, что все в этом случае занимаются самолечением. Вот то, с чего мы начинали, да, это все то же самое. Все считают, что вот они самые умные, они вот прекрасно могут себя вылечить. А потом, когда ты приходишь к врачам, они тебе говорят, где ж ты был три недели назад, братан, у тебя тут уже резать только. Вот, вот так все поступают почему-то с защитой растений и с растениеводством. То есть думают, что могут ситуацию исправить, доводят ее до радикальной, и когда приходит уже непосредственно доктор защиты растений, да, говорит, все, режем. Не дожидаясь перитонита. Вот ты проезжаешь поля с агрономами, с фермерами, с руководителями, и как ты видишь вообще, люди задумываются о том, что у них есть реальная проблема в почве. Кто-то хочет решить эту проблему, кто-то видит ее, кто-то думает о своем будущем. Ты знаешь, как это ни странно, все, все задумываются, все об этом знают, как о проблеме, да. Может быть, не говорят вслух там или не поднимают, не делают из этого что-то ужасное, потому что, во-первых, им и так вздохнуть некогда, особенно в сезоне. Да, там есть чем заниматься, на самом деле, кроме этого. Это как бы работа, я думаю, каких-то государственных органов, которые тоже не особо, в принципе, мне кажется, хотят этим заниматься. Вот. Есть просто отдельные инициативные люди, которым это интересно, и они видят эти проблемы и хотят рассказать о них остальным. Мне кажется, что основная проблема в том, что нет, в конце концов, вот какого-то источника экспертизы, да, куда можно было прийти и сказать, ребята, у меня, я не знаю, у меня, может, не проблема, да. Посмотрите, есть ли у меня проблема. Вот в этом, наверное, не заключается тот факт, что мы все вот вроде топчемся, все киваем головой, все говорим, да, надо. Обязательно. И, да, и дальше, и все, как бы ничего с места не двигается. Вот. Ну, русские вроде как долго запрягают, посмотрим, как они быстро будут ехать, но мне кажется, что в любом из случаев вот нужен тот самый центр экспертизы, который поможет людям, по крайней мере, ответить на вопрос. Насколько все плохо, да, или насколько все еще не плохо. Ну, вот как ты думаешь, у тебя круг общения достаточно широкий, это проблема только в России, страны СНГ, либо же это в мире в целом, или, допустим, в Европе, там, или в странах, там, Африки, уже вопросом этим плотно занимаются, там, переходят на какие-то технологии, что-то вносят, как-то что-то меняют в своем подходе, в умах. Нет, на самом деле, мне кажется, что все, конечно, развиваются одинаково. Нельзя сказать, да, что у нас там что-то не так, или, это зависит, в первую очередь, конечно, от изначального плодородия почвы. Если там у тебя какие-нибудь пески, я не знаю, там, полная жесть, да, и глина, там, понятно, никто не говорит о том, что там у них гумус 4,5, упал до 4,2, да, там вообще об этом разговора нет. И поэтому, именно поэтому, вот плодородные-то почвы, они где? Они в основном вот у нас, еще вот у Украины немного, еще вот там еще где-то есть чуть-чуть немного. И все. И поэтому вот здесь надо, да, надо понимать, что это большая проблема, потеря плодородия, потому что его мы уже не вернем. Ну, а дети этим заниматься не станут. А есть пшеницу на гидропонике, вот можно к этому тоже скоро прийти, по большому счету. Ну, тем не менее, овощи уже достаточно широкий опыт имеют в этом вопросе выращивания на гидропонике. Ну, почему-то все всегда хотят со своего огорода, да, 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 и клубнику не первую, и арбузы почему-то не те, которые самые ранние, да. Вот так скоро будет с пшеницей, такими темпами. Ну, это я, конечно, утрирую на самом деле, вот. Но мы можем так дожиться до урожайности 15 центнеров в Черноземье, которое будет считаться красота. Молодцы, орден. Не дай бог. Я надеюсь. Анатолий, ну, давай тогда подведем небольшие итоги. Какие советы ты бы мог дать аграриям для того, чтобы избежать этой проблемы и действительно обращать внимание на все эти вещи, о которых мы проговорили с тобой сейчас? Знаешь, для очень многих это вообще никакая не проблема. Для очень многих мы сейчас говорим о космосе, значит, там бороздят, там что-то как-то, да, вот. У меня два совета. Для тех, кто никогда не делает фитоэкспертизу семян, делайте ее. Вы хотя бы будете понимать, что происходит. Не бывает так, что, значит, мы купили самый лучший продукт, поэтому нам не надо делать вообще фитоэкспертизу. Он все равно, да, от всего спасет, да. Очень часто я такое слышу. На самом деле это все не так, потому что у вас может быть, ну, грубо говорю, там, да, головни твердой больше ста спор на зерно. Это никак не ощущается, кроме фитоэкспертизы. Но ни один протравитель не спасет от такой нагрузки. И тогда люди нормальные просто переформировывают партии, да, чтобы эта нагрузка была меньше. Тогда вариант. Вот второй вариант, когда фузариоз проявляет себя бессимптомно. То есть там есть микотоксины, заражение внутреннее, внешнее ничего нет. Прекрасное зерно, только у вас его никто не покупает. И оно потом еще и не всходит. Это еще мягко сказано, да. Вот. А для тех, кто уже делает фитоэкспертизу, вот продолжайте теперь делать еще и фитоэкспертизу почвы. Потому что это, если вам мало информации о том, что есть на семенах, да, то, возможно, информация о составе патогенов в почве просто дополнит эту картинку. И вы тогда будете понимать вообще, что происходит. Вот то же самое, что сейчас творится там кое-где с белой гнилью, и в том числе и на пшенице. С тифулезом, в том числе и на пшенице. С белой гнилью на подсолнечнике, на сое, там на чем угодно, с макрофамином. Это все можно найти в почве, на самом деле. И по большому счету вы будете, по крайней мере, знать, да, когда у вас вот будет тот самый, тот самая красная черта, за которой вам надо либо менять сегооборот, либо завтра, ну, ваше хозяйство просто продадут за долги, по-хорошему. И это скоро наступит, потому что, опять же, мы вообще не смотрим, не пользуемся простыми такими инструментами, которыми можно вообще, не знаю, там, температуру мерить, да. Вот самая простая вещь, померяйте температуру. Фитоэкспертиза почвы и семян – это то же самое. То есть это обязательно должен быть комплекс. Только после этого уже можно принимать и думать о каком-то... Да, да, да. О своем будущем, в первую очередь. Да, я не понимаю, как люди покупают препараты для обработки семян, не делая вот этих двух, хотя бы одного, хотя бы экспертизы семян, анализов. Это пальцем в небо. Я понял. Отлично. Спасибо тебе, Анатолий, за то, что открыл, приоткрыл глаза на фитоэкспертизу почвы, вообще на ситуацию в почве. Увидимся. Спасибо вам.